доброго времени суток друзья приветствую всех на канале Эрзонгейм и предлагаю вам вместе со мной прогуляться по новому проекту который называется Fortis расположен данный проект на платформе Rage MP ну и естественно построен на базе игры gta 5 и имеет роли плей направления у нас как всегда встречается меню персонализации в общем то здесь никаких у нас придирок и не может быть это все достаточно стандартно оформлено как видите в своем стиле есть у них такое вот изображение медвежонка который везде присутствует ну и в принципе не вижу смысла здесь задерживаться потому что меню как меню в общем то как и на большинстве проектов заходим на карту и нас приветствует вот такая вот табличка нажав кнопку m у нас откроется меню с инструкциями по этому проекту и я бы рекомендовал если кто-то зайдет сюда поиграть обязательно его прочитать потому что проект абсолютно нестандартный и это меню действительно сильно помогает я читать не стал и потом столкнулся с рядом проблем которыми я был не очень воодушевлен далее берем мопед и вот по мопеду здесь у меня сразу же с первых шагов есть претензии на проекте нету транспорта вообще вот просто нету его и все единственный транспорт это вот этот вот мопед который мы сейчас видим он дается когда вы сюда заходите и когда я говорю нету транспорта вообще я не имею ввиду что здесь нет магазинов с продажей автотехники нет магазина есть но естественно для новичка это еще далеко впереди но передвигаться как-то надо а вот передвигаться здесь не на чем но вот просто нету и все никаких точек аренды ничего здесь нету и на на сайте и в группе вконтакте этого проекта горделиво висит статья которую сейчас вы можете почитать ну и как можно заметить называется на ох уж этот новичок да ну и судя по статье удержание новых игроков это приоритетные задачи для этого проекта вот именно для этого был придуман вот этот мопед а мне интересно а раньше вообще ничего не было даже вот этого мопеда и этим мопедом вы можете воспользоваться в течение 10 часов если вы будете здесь находиться но есть одна задача если вы вышли то точки появления аэропорт где находится этот момент мопед вам не предложатся и если вы вышли например где-нибудь за городом или на ферме как это сделал я то возможности получить этот мопед у вас не будет и вы будете бегать пешком по всей карте пешком так что каким образом это помогает новичку я особо не понимаю да первый раз я зашел в аэропорту я его взял но больше за время присутствия на этом проекте я не видел его потому что смысла мне бежать например с полета бэй в аэропорт чтобы взять его и приехать на ферму до который там от полета бэй километров пять ну это же бред молодейший бред поэтому как этот мопед мне помогает я так и не понял и что было раньше вообще ничего не было новичок прямо с самого аэропорта бежал пешком ну и если вы не знаете как размещать или не хотите размещать здесь точки аренды транспорта в ключевых местах ну тогда дайте такой мопед новичку в вечное пользование пускай человек зайдя имеет какой-то транспорт потому что бегать по карте придется очень много и действительно придется бегать еще расскажу этот мопед вообще никак не помогает ну и я приехал в автошколу кстати в автошколу выполнена очень симпатично место выбрана достаточно стандартная но вот как видите исполнение совсем разнящаяся от схожих проектов вообще в целом мне все здания все вот этот ключевые точки я еще покажу мне очень понравился выполнено все ну действительно на высоте красиво чего не могу сказать про саму сдачу на права перед вами загорается вот такое вот меню где очень очень много текста и к величайшему сожалению все это вам надо выучить реально выучить вот посмотрите на цены которые предстоит вам заплатить за ту или иную категорию прав естественно я попытался сдавать на категорию b но к этому мы вернемся чуть позже а пока могу сказать что я просрал две попытки именно столько мне хватило денег то есть при входе вам дается 8000 долларов и этого хватает что попробовать два раза сдать на категорию b ну или четыре раза на категорию а тут уж дело за вами но мне как вы видите сдать не удалось но повторюсь к этому мы вернемся чуть позже а на данный момент просрав все деньги и без копейки за душой я отправился дальше в сторону мэрии чтобы устроиться на работу но на работу здесь надо устраиваться не через мэрию что в общем то на мой взгляд достаточно неплохое решение потому что вот схема трудоустройства через мэрию мне нравится ну совсем не сильно так скажем потому что бывает так что я нахожусь недалеко от какой-то новой работы на которую я хотел устроиться но я не могу туда пойти потому что мне надо сначала бежать в мэрию там уволиться там устроиться на ту работу и только потом туда бежать здесь же вы можете сразу же пойти на ту работу которая вам приглянулась или которая ближе к вам по карте в общем то мы трудоустройство еще коснемся и побегаем по этим точкам а сейчас посмотрите как выполнена зеленая изгородь вокруг этой мэрии стоят вот такая вот калиточка красивая заходим она открывается в общем то сделано все очень симпатично я об этом говорил что точки здесь ключевые точки выполнены достаточно симпатично разве что есть нарекания к механизмам этого проекта иногда случается вот такая вот хрень такое происходит когда заходишь какие-нибудь дома или вот как сейчас я попытался зайти в мэрию слава богу что выкинул у меня недалеко ну и должен сказать что такое случается только когда заходишь первый раз после перезахода такое со мной уже не происходило и вот как выглядит мэрия внутри подобное оформление мэрии я вижу если честно впервые опять же таки повторюсь что выполнено все красиво и интересно и главное что нового такого я не видел вот так вот выглядит мэрия но к сожалению или к счастью функционал у нее достаточно невеликий то есть в мэрии здесь можно продавать с как вы видите транспорт ну и в общем то бизнес вот и все что можно делать в мэрии трудоустройство происходит на месте самого трудоустройства так сказать такой-то каламбурчик ну ладно выдвигаемся дальше а дальше по курсу моего следования была работа электрика и как вы можете заметить что располагается она ну почти в том же месте где на большинстве проектов да но только здесь она находится в этом же месте но выполнена совсем по-другому во первых она переехала вот в то здание которое находится рядом под козырьком данного здания стоит нпс с которым нам и предстоит взаимодействовать естественно взаимодействуем с ним он дает небольшое разъяснение что нам предстоит делать ну и в общем то устраиваемся на работу но в моем случае здесь работать я не могу потому что у меня нет прав ни на мопед ни на какой-то грузовичок здесь вообще все работы кроме совсем уж начальных разделены так что вам рано или поздно потребуется права ну прав у нас нету повторюсь отправляемся на ферму эта работа на как раз не требует прав на начальном этапе не требует прав в дальнейшем требует и еще одна работа это работа мясника которая нам доступна но начнем с фермы ферма располагается достаточно в привычном месте на многих проектах она стоит здесь в общем то ничего удивительного здесь нет оформление как всегда приличное и идем к боту трудоустраиваться здесь есть выбор работать фермером или трактористом естественно трактористом мы работать не можем потому что первое нету уровня второе нету прав опять все упирается в права ладно устраиваемся фермером берем форму выдается форма и стоит как видите ларечек на этом проекте нужно пить нужно есть то есть есть потребности в которых я на самом деле уже давно не вижу никакой необходимости уже какой-то анахронизм с этой приемом пищи и воды собранный урожай носим вот сюда в общем то вот и вся работа ну а вот кстати почему я все время в своих обзорах говорю восходящие в небо трубы мне очень не нравится как выглядят триггеры и метки на этих проектах это некрасиво и теряется целостность картинки но это дело вкуса и возможности игровых механик бог с ними поговорим о работе которая в общем то о которой в общем то есть что сказать и ничего сказать хорошего к сожалению не могу итак устроился я на эту работу было четыре часа десять минут данное время дублируется в правом нижнем углу экрана а по условиям данной работы мне чтобы прокачаться на один уровень и быть уже трактористом для которого кстати требуется опять же таки права это надо помнить на правах здесь завязано все так вот чтобы мне получить повышение мне нужно получить 100 условных единиц очков баллов как хотите это называйте чтобы получить одно очко мне нужно собрать на поле пять точек и прибежать к шестой то есть выполнить пробежку в шесть точек и за эти шесть точек платится 46 долларов и одно очко ну вот сейчас вы это видите я постараюсь вам немножко это увеличить таким образом чтобы пробежать то есть вернее чтобы набрать 100 очков мне необходимо пробежать по 600 точкам и в конечном результате за 600 точек за 100 баллов я получу 4 600 долларов и напомню что категория б стоит 4000 категория б при входе на карту у меня было 8000 ну и из чего следует что в результате я вам скажу непосильного труда я получу на одну попытку сдать экзамен категории б что не очень-то хорошо я вам скажу ну а далее чего же мне стоят эти труды по время затратам я просчитал среднее время затраченное на 6 точек сложил это все вернее умножил это все на 100 нам же надо набрать 100 баллов среднее время которое у меня занимает беготня по этим шести точкам я умножил на 100 и среднем у меня получилось два часа 20 минут но эти два часа 20 минут это чистое время если вы будете постоянно бегать 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 и ни на что не отвлекаться ну я же живой человек и постоянно заниматься одним и тем же не отвлекаясь я не могу тем более что где-то через час час двадцать я понял что у меня болит рука потому что вы действительно отдыхаете всего несколько секунд но не несколько а восемь секунд пока это действует анимация дальше его задействованы все пальцы обычная игра происходит вы бегаете крутите мышкой в общем-то вы постоянно задействованы и час однообразия я вам скажу это очень сложно вы начинаете задумываться уже о том что вы делаете одно и то же одно и то же одно и то же руки начинают уставать тут работает уже обычно человеческая механика если вам предстоит играть какую-то захватывающую игру где все постоянно меняется где какой-то экшен вы не обращаете внимание и пройдя какую-то миссию вы испытываете облегчение это вот и есть как раз то самое когда у вас ослабляются руки расслабляются ноги и вы расслабляетесь добившись какой-то результата своей любимой игре когда же вы занимаетесь однообразием и в конце концов ничего не произойдет вы начинаете обращать внимание на то что вы устаете физически реально устала рука устал палец и вот где-то спустя наверное час двадцать я понял что все я уже начинаю сдаваться я не могу вы можете посмотреть на время которое в правом нижнем углу это все реальное время и одна и та же реальная дата на тот момент я начал думать что я неправильно посчитал по моему все-таки 2 часа 20 минут я где-то ошибся скорее всего цифра это гораздо гораздо больше потому что спустя два часа я добился только половины этого результата да я отвлекался я ходил ставил чайник я наливал себе три раза кофе все пытаясь пройти и показать вам следующий этап этой работы но я этого сделать не смог и вот когда на часах появилась цифра 6 часов 36 минут то есть спустя два часа 26 минут силы меня покинули добился я только 61 очка и заработал 2 800 чего не хватит даже на категорию b и в игре и реальности вы можете заметить уже взошло солнце в этот выходной день я думал зайти на какой-нибудь проект и поснимать интересный ролик но все мое вдохновение разбилось вот об это вот тупое задротство извините других слов у меня нет это действительно тупое задротство за два с половиной часа я не заработал себе даже на половину категории и в свете того с чем я столкнулся зайдя на этот проект вот с этим вот просто упоротым задротством статья все с той же группы вконтакте о том что они изменили экономику и повысили цены выглядит каким-то смехотворным анекдотом а что же тогда было до этого человек приходил на проект не имея транспорта бежал сюда пешком через всю карту и получал еще меньше как вы настраиваете проект что вы предлагаете игроку мы и делаем все для удержания игроков что все вы делаете вы задрачиваете его на начальном этапе после проведенных здесь бездарно проведенных здесь двух с половиной часов и сумма которую вы сейчас видите у меня сложилось только впечатление что автор этого проекта понятия не имеет как действительно надо удерживать нового игрока на проекте ну давайте пройдем дальше а ведь действительно пройдем мопед у меня исчез а помните самом начале вам дается мопед так он находится в аэропорту а мне туда как попасть а точек аренды здесь нету вообще вот их просто нету да и прав у меня нету и получить их нет возможности что мне делать вот я стою здесь на ферме и что мне делать вы меня вот таким образом здесь удерживайте но с подобной глупостью я уже сталкивался когда тебя по заданию или по работе закидывает на какую-то окраину карты а выбраться оттуда нет возможности поэтому у меня уже есть опыт и я знаю что теперь надо делать по пути я зашел магазин просто чтобы показать вам как это выполнено ну и какие есть здесь ценообразование помню до что я за два с половиной часа заработал чуть больше двух тысяч ну а рассчитывать надо вот на такие вот суммы ну а дальше же чтобы не оставалось делать нужно покончить с собой на одном из проектов я даже видел в телефоне такую функцию суицид но здесь этого нету и здесь даже телефона нету кстати говоря мне никуда не позвонить не телефона не симки ничего нету видимо это все надо покупать но мне ничего не оставалось как утопиться мне предложилось вызвать скорую помощь но на проекте было очень мало людей поэтому я даже не стал и связываться с этим просто помер чтобы оказаться в больнице сама же больница выглядит стандартным что меня кстати удивило потому что большинство объектов ключевых здесь и в общем то имеют такой своеобразный вид по крайней мере то что я увидел и имела огромное отличие ну а мы идем дальше так как у меня денег как не было так и нет работу надо найти другую другая работа не требующая прав это работа мясника туда-то я и направился выглядит это вот так стоит им песишка и рядом триггер кстати зачем триггер непонятно потому что ворота открываются ну просто открываются зачем триггер непонятно в общем то устраиваемся здесь у бота на работу и получаем форму форма почему-то точно такая же как и у фермера хотя вот напрашивается же до белый халат или хотя бы форма как вот у этого in pc жки это было бы более как-то антуражно ну ладно есть что есть дальше сама работа вот графически выполнена хорошо как видите есть красивые анимации вообще анимации на этом проекте это отдельная история все анимации достойные внимания и антураж который здесь присутствует видите мы отрезали кусок принесли здесь такая здоровенная мясорубка перемололи берем коробку но дальше этой красоты и этого антуража мы ничего не увидим мы упираемся все в тоже задротство цех этот очень здоровенный огромный просто цех и точки взаимодействия разбросаны специально в самых дальних концах бегать приходится очень много от точки до точки я замерил расстояние и весь цикл когда мы отрезаем кусок бежим и это я на видео хожу пешком на самом деле я бегал и если бегать все время то весь цикл отрезания мясорубка и то что я отношу коробку с каким-то продуктом на склад занимает и примерно минуту десять минуту 12 но мы округлим ее ровно до минуты что было легче считать так вот за один цикл который занимает одну минуту вы получите 30 долларов соответственно за час такой беготни без остановочной беготни подчеркну без остановочной беготни вы заработаете 1800 ну и соответственно за два часа 3600 чего вам не хватит даже на одну попытку сдать на права потому что сдача на права стоит мы помним 4000 ну а я же в свою очередь посчитав все вот это то что я сейчас озвучил понял что еще два часа провести тупо на этом проекте занимаясь одной и той же беготнёй я просто не в состоянии поэтому я добегал до того состояния чтобы заработать хотя бы 2000 мне еще пришлось потратить какое-то количество денег на еду и воду которые здесь тоже присутствуют но обозначение жажды и голода обозначаются вот этими двумя синенькими квадратиками очень мелко так чтобы игрок не смог прочитать что там написано и уж извините меня но тратить еще два часа своей жизни чтобы заработать какие-то копейки и попробовать пересдать я не смог поэтому ушел оттуда в автошколу автошкола в свою очередь заслуживает отдельного внимания здесь надо сдавать первое теорию потом практику так вот если вы зайдете на этот проект не думайте даже сдавать логически если вы водитель или водительские права у вас если вы знаете правила дорожного движения даже не думайте в начале ролика я говорил что выскакивает аннотация которую надо читать читать и заучить потому что все правила придуманы видимо из головы и никакие отношения к реальным действующим правилам они не имеют еще одно здесь очень много вопросов про какого-то водителя автопоезда если говорить о реальности то водитель автопоезда ну нет такого понимания в принципе автопоезд это сидельный тягач с одним удлиненным прицепом или несколькими единственное что отличает водители автопоезда и сам автопоезд это то что он выходит за рамки нормативов и он должен быть отмечен либо треугольником либо подсвеченными тремя фонариками вот и все что говорится об автопоезде в законодательстве но здесь видимо где-то играет водитель автопоезда и про него здесь очень много вопросов вопросы дурацкие вот я вам предупреждаю сразу поэтому если увидите аннотацию читайте и учите все вопросы взяты из какой-то головы видимо и не соответствует никакой логике вообще никакой так например привычная схема движения в населенном пункте и вне населенного пункта здесь не работает 60 90 110 это не про этот проект здесь какие-то свои скорости и об этом надо читать в аннотации обязательно читайте аннотацию потому что если вы будете исходить из скоростей 60 90 110 вы не сдадите то же самое касаемо и разрешающие запрещающие разметки желтая запрещающая оранжевая временная здесь не подойдет здесь есть красная белая и еще какие-то цвета это в общем надо все искать где-то в правилах и все как я уже сказал заучивать иначе не сдадите ну и как я сказал водитель автопоезда который видимо и создавал этот проект он здесь упоминается очень часто как отвечать правильно на эти вопросы связанные с водителем автопоезда я не знаю если следовать из текста который мы сейчас видим то водитель автопоезда должен выйти и спросить можно ли ему проехать потому что правильно этот вопрос должен звучать водитель управляющий грузовиком с повышенной длиной имеет ли право передвигаться в населенном пункте но здесь ничего этого не сказано тут просто сказано водители автопоезда имеет право передвигаться в населенном пункте судя по всему водитель должен выйти подойти к ближайшему дому и спросить можно проехать но видимо так еще был вопрос связанные с водителем автопоезда и звучало так имеет ли право водитель автопоезда выезжать на встречную полосу и очень хочется на него ответить если он причастен к этому проекту пусть выезжает на встречную полосу ну а моему терпению от пребывания на этом проекте наверное пришел конец поэтому будем закругляться если кому-то понравился этот проект заходите играйте получайте удовольствие ну а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго а